Владимир Владимирович, уже миллиард просмотров вашего интервью Тагеру Карлосу, много разных откликов, позитивных, ну и понятно, какие комментарии поступают от западных лидеров. Премьер Великобритании, канцлер Германии, они назвали, я вот процитирую, нелепой и абсурдной вашу попытку разъяснить причину начала спецоперации, оправдать ее угрозой нападения НАТО на Россию. Что вы о таких оценках думаете? Во-первых, хорошо, что они смотрят и слушают то, что я говорю. Если нам сегодня по каким-то причинам, связанным с ними, не удается вести прямой диалог, то мы должны быть благодарны господину Карлсону за то, что мы можем это делать через него, как посредника. Так что то, что они смотрят, слушают, хорошо. Но вот то, что они извращают то, что я говорил, это плохо. И передергивают карту. Почему? Потому что я ничего подобного не говорил. Я не говорил, что начало нашей специальной военной операции на Украине связано с угрозой нападения НАТО на Россию. Где это в моем интервью? И есть же запись, пусть покажут, где конкретно я об этом сказал. Я говорил о другом. Я говорил о том, что нас постоянно обманывали с точки зрения нерасширения НАТО на восток. Кстати говоря, это было сказано прежде всего устами тогдашнего генерального секретаря НАТО, и им был представитель Федеративной республики Германии. Это он сказал, не дюйма на восток, потом пять расширений, полный обман. Нас, конечно, беспокоила и беспокоит возможность втягивания в НАТО Украины, поскольку это угрожает нашей безопасности. Я об этом и сказал. Но непосредственным триггером послужил полный отказ сегодняшних украинских властей от выполнения Минских соглашений и непрекращающейся атаки с многочисленными человеческими жертвами на непризнанные нами в течение восьми лет республики Донбасса, Луганскую народную республику и Донецкую народную республику, которые обратились в конечном итоге к нам с просьбой о признании в виде бесперспективности решения вопросов в рамках Минских соглашений. Мы их признали, потом заключили с ними договор известный о дружбе и взаимопомощи и в соответствии с уставом Организации Объённых Наций исполнили свои обязательства по этому договору. Как я сказал, мы войну не начинали, а только пытаемся её прекратить. На первом этапе мы пытались это сделать с помощью мирных средств, с помощью мирных Минских соглашений. Как выяснилось позже, нас и здесь водили за нос, потому что и бывший канцлер ФРГ, и бывший президент Франции признали и прямо публично заявили о том, что они и не собирались выполнять эти наши договорённости, а просто выигрывали время для того, чтобы дополнительно накачать оружием украинский режим. Что они благополучно сделали? Единственное, о чём мы можем сожалеть, это о том, что не начали наших активных действий раньше, полагая, что мы имеем дело с порядочными людьми. Карл Санович критиковали сразу и до интервью, а уж после интервью ему теперь вину ставят то, что якобы прозвучало мало жёстких вопросов. Якобы он был с вами слишком мягким, а вам с ним было очень комфортно. И вот как вы считаете, задавили ли вы американского журналиста своим авторитетом? Я думаю, что ваш Карлсон, когда я говорю «ваш», имею в виду, что он представитель вашего журналистского цеха, опасный человек. И вот почему. Потому что я-то, честно говоря, думал, что он как раз и будет вести себя агрессивно и будет задавать эти так называемые острые вопросы. Я не просто был к этому готов, а я этого хотел, потому что это давало бы мне возможность так же остро отвечать, что, на мой взгляд, придало бы определённую специфику всей нашей беседе. Но он избрал другую тактику. Он несколько раз меня пытался прерывать, но всё-таки, на удивление, для западного журналиста оказался терпеливым, выслушивал мои длительные диалоги, особенно касающиеся истории, и не давал мне повода сделать то, к чему я был бы готов. Поэтому, откровенно говоря, полного удовольствия от этого интервью я не получил. Но он шёл жёстко по своему, судя говоря, по своему плану, и он свой план исполнил. Но насколько это было в конечном итоге содержательно, не мне судить, это просто зрители, слушатели, может быть, читатели полученного материала, они должны сделать свой выбор. По факту этого интервью сразу стали звучать призывы вести санкции против Тайкера Карлоса, и вообще звучат разговоры, что его чуть ли не могут там арестовать. Такое вообще возможно? Ассанж сидит, и о нём никто уже почти не вспоминает. Только близкие его люди в этом, как говорят, и всё. Вот таковы особенности общественного сознания. Вот уходит эта тема, и всё. Но, правда, Ассанжа хотя бы обвиняли в том, что он выдал какие-то государственные секреты. Карлсону это трудно прилепить, потому что он вообще не касался никаких секретов. Тем не менее, наверное, теоретически всё возможно в сегодняшней Америке, и в сегодняшних Соединенных Штатах. С точки зрения самого Карлоса это было бы печально, я ему как бы не завидую, но это его выбор, он знал, на что он шёл. Но с точки зрения того, чтобы люди во всём мире поняли, что такое современная, либерально-демократическая, в кавычках, диктатура, которая ярко представлена в сегодняшнем правящем классе США, это было бы, наверное, неплохо. Они бы показали тогда своё истинное лицо. Карлсон сказал, что после интервью, вот как раз, чтобы сейчас развеять сомнения, которые возникли, вот такой у меня вопрос. Карлсон сказал, что после интервью у вас был ещё разговор. Теперь всех интересует о чём? Он прошёлся по своему плану, как я уже сказал, и как я понял. И всё, за рамки этого плана не выходил. Были некоторые другие темы, например, о которых я считаю важным было бы сказать. Но я не стал накручивать дополнительные темы, которые в разговоре со мной не поднимал журналист. Поэтому вопрос демонизации России, связанный, скажем, с теми же межэтническими событиями, с еврейскими погромами в Российской империи, ну, конечно, они должны были бы возникнуть и в ходе такой официальной части. Но вот одно из тем, о котором мы с ними говорили уже, когда камеры были выключены, это как раз то, о чём говорил госсекретарь Соединённых Штатов. Несколько раз он говорил об этом, господин Блинкин, о том, что его родственники, его прадед бежал из России от еврейских погромов. И в разных странах мира, в Европе, в Штатах эта тема постоянно возникает. Я повторяю, возникает с целью демонизации России, показать, какие здесь варвары, какие здесь живут негодяи и разбойники. А на самом деле, если посмотреть на то, о чём сказал сегодняшний госсекретарь, и посмотреть не на политические лозунги, а на суть происходивших проблем, то многое здесь становится ясным. Например, у нас в архивах всё это есть. Прадед господин Блинкин действительно уехал из Российской империи. Родился он, по-моему, где-то в Полтавской губернии, а жил потом и уехал из Киева. Возникает вопрос. Господин Блинкин считает, что это исконно российская территория, Киев и прилегающая территория. Второе. Если он говорит, что он бежал из России от еврейских погромов, то как минимум, хочу это подчеркнуть, он считает, что никакой Украины в 1905 году, в 1904 году, а именно в 1904 году, прадед господин Блинкин уехал из Киева в Соединённые Штаты. Значит, никакой Украины там не было, если он говорит, что он бежал из России. Судя по всему, господин Блинкин наш человек. Только зря он делает такие публичные заявления. Это может привести к провалу. Но тут же тогда на ум сразу приходит то, что буквально на днях немецкие СМИ опубликовали статьи о том, что дед нынешнего министра иностранных дел Германии Анналена Бербок был ярым нацистом. И вот, учитывая все, что происходит в отношениях между нашими странами в последние годы, получается, что, может быть, на неком генетическом уровне в этой стране передается такой вирус национал-социализма. Ну, это тоже один из подвидов национализма, крайнего. Кстати говоря, если… Вот сейчас мне в голову пришло по этим погромам. Они в основном происходили в Российской империи на юго-юго-западе, на территории сегодняшней как раз Украины. Вот в Киеве, я сказал, в 1905 году, если предок господина Блинкин уехал в 1904-м, то первый погром в Киеве был массовый такой, в 1905-м. Так что его прадед или прапрадед мог узнать об этом только или из газеты, или из информации, которая пришла из Киева на тот момент. А так они, в принципе, такие массовые события, негативные, возникли в начале XIX века, по-моему, в 1920-м, в 1921 году первый погром такой массовый, безусловно, это преступление. Были в Одессе, потом в Мелитополе, в Житомире, в других городах сегодняшней Украины. Были в Беларуси. И пару событий подобного рода были и в Сибири. Но первый связан был с убийством греческого патриарха в Константинополе. И тогда греки, проживавшие там, посчитали, что евреи так или иначе причастны к покушению на патриарх. Но не важно это. А важно то, что противодействовали, кстати, погромам дружины сопротивления, которые состояли из еврейской и русской молодёжи. Правительство давало соответствующие оценки, даже царское, и пыталось помешать этим трагическим событиям, в том числе с помощью армии. Но, повторяю ещё раз, это вот отдельная тема. А что касается национализма и нацизма, фашизма, вы знаете, я вам скажу, может быть, странную вещь. Во-первых, сама госпожа Бербак, чтобы не ошибиться, её фамилия, она представляет партию зелёных. Многие представители этой части политического спектра Европы, они спекулируют на страхах людей и разжигают эти страхи людей перед теми событиями, которые могут происходить и в мире в связи с изменением климата. А потом, спекулируя на этих страхах, самими же и разжигаемыми, потом проводят свою политическую линию, далёкую от того, с чем они пришли к власти. Вот это сейчас в Германии происходит. Скажем, угольная генерация возросла, она и была больше, чем в России в структуре энергетики. И была больше, а сейчас стало ещё больше. Ну и где эта зелёная повестка – это, во-первых. Во-вторых, такие люди, как министр Оностранных дел Германии, они, конечно, она в данном случае, конечно, враждебно настроена к нашей стране, к России. Но она, на мой взгляд, враждебно относится и к своей собственной стране. Потому что, ну трудно себе представить, что политик такого ранга с таким пренебрежением относился к экономическим интересам своей страны, своего народа. Я сейчас не буду вдаваться в детали и в подробности, но на практике именно это и происходит, мы и видим. Ну а вот следующая часть того, что я хочу сказать, может быть, прозвучит диссонансом к тому, что я сказал только что. Я не считаю, что сегодняшнее поколение немцев должны нести полную политическую ответственность за всё, что творила нацистская Германия. Нельзя на людей сегодняшнего поколения перекладывать ответственность за то, что творил Гитлер и его приспешники. И не только в Германии, но и в других частях мира, Европы и так далее. Я думаю, что это было бы несправедливо. И вообще лепить этот лейбл на весь немецкий народ – это нечестная позиция. Это злоупотребление тем, что пережили народы Советского Союза. Мне кажется, что это непочятно. Да и ни к чему. Надо исходить из реалий сегодняшнего дня, смотреть, кто на самом деле, чем занимается и какую политику проводит. В этой связи, кстати говоря, на мой взгляд, было бы вот что полезно сделать. На мой взгляд, многие вот сейчас, во многих странах, даже в тех, в которых, казалось бы, это не должно было бы звучать как политический лейтмотив, но звучит, к сожалению, что я имею в виду? Какая-то исключительность каких-то народов перед другими, какая-то избранность и так далее. Ну, послушайте, вот с этого нацизма и начинался. Поэтому, если уж это имеет такое широкое распространение, надо бы также, во всяком случае, подумать о том, чтобы на таком глобальном уровне выстроить эту антифашистскую, антинацистскую пропаганду и работу на, повторяю, глобальном уровне. И причем это не должно быть на каком-то государственном уровне сделано. Это будет эффективно только в том случае, если это будет сделано на уровне общественного сознания и общественной инициативы. И неважно, в какой стране мира это произойдет. В Евросоюзе в целом при этом началась практически паника в связи с возможным возвращением Дональда Трампа на пост президента США. А недавние высказывания, буквально на днях они были, Трампа, европейских лидеров вообще обескуражили, они этого не скрывают. Трамп сказал, что США должны защищать европейские страны только в случае, если европейские страны будут за это платить. Почему вообще такие взаимоотношения сложились между Европой, европейскими лидерами, политиками и Дональдом Трампом? Ну, Трампа же всё время называли несистемным политиком. У него есть собственный взгляд на тему о том, как у него должны, у США должны развиваться отношения с их союзниками. И, ну, искрило ведь и раньше. Вот возьмите выход Соединённых Штатов из киосских соглашений в области экологии. Тогда тоже искрило. Но тогдашний президент Соединённых Штатов принял решение о том, что США выйдут из этих соглашений, несмотря на всю привлекательность экологической повестки, поскольку полагал, что это наносит вред американской экономике. Ну, вот и всё. Принял вы или воли решение, делал с концом. И как на него там не ругались европейские лидеры? Он это сделал. Да, а потом скорректировал. А чем отличается позиция Трампа в этом смысле? Да принципиально ничем. Он хотел заставить европейцев поднять свои расходы на оборону. Или, как он говорил, пусть тогда платят нам за то, что мы их защищаем, что мы раскрыли над их головами атомный зонтик и так далее. Ну, я не знаю. Пускай они сами разбираются. Это их проблемы. Но, наверное, с его точки зрения есть в этом какая-то логика. С точки зрения европейцев логики никакой нет, а они хотели бы, чтобы Соединённые Штаты и дальше безвозмездно осуществляли какие-то функции, которые сложились с момента образования НАТО. Это их дела. Я-то считаю, что это вообще ни к чему уже смысла никакого нет. Смысл только один. Это инструмент внешней политики США. Но если США считают, что это инструментом не нужен, ну, это их решение. Ну, а действующий президент США Байден с каждым днём даёт всё больше и больше поводов для всего мира обсуждать состояние его здоровья. Это президент одной из крупнейших ядерных держав. А при этом мы все фактически в ежедневном режиме наблюдаем, ну, мягко говоря, крайне специфические кадры. Вы когда это всё видите и слышите, о чём думаете? Я думаю о том, что США набирает обороты внутриполитическая компания, предвыборная компания. Она приобретает всё более и более такие острые формы. И нам некорректно, на мой взгляд, вмешиваться в этот процесс. Ну, послушайте, я когда встречался с Байденом в Швейцарии, это было, правда, несколько лет назад, три года, ну, и тогда уже говорили о том, что он недееспособный. Ничего подобного я не увидел. Ну, да, он подглядывал свою бумажку, я, честно говоря, подглядывал свою. Ничего такого нет. Ну, то, что он где-то, выходя из вертолёта, ударился головой этот вертолёт. Ну, а кто у нас не ударялся где-нибудь головой? То есть пусть первый бросит в него комментарии. Вообще это, на мой взгляд, я не врач и не считаю себя вправе давать какие-то комментарии на этот счёт. Мы должны смотреть не на это, мы должны смотреть на политическую позицию. Я считаю, что позиция сегодняшней администрации в высшей степени вредна и ошибочна. И я в своё время президенту Байдену об этом говорил. Ну, тогда вопрос, который был четыре года назад, и сейчас, получается, снова становится актуальным. Для нас кто лучше, Байден или Трамп? Байден. Он человек более опытный, он прогнозируемый, он политик старой формации. Но мы будем работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ. И хотел снова вернуться к вашему интервью Токеру Карлсону. Мы вспомнили высказывания действующих лидеров Германии и Великобритании, но высказывался и тот, про кого вы в интервью Карлсону сказали, и где теперь этот Джонсон. Именно он, как следует из признательных заявлений о Рахаме, он и велел Киеву не договариваться с Москвой, а воевать. Вот если бы тогда киевские власти не послушали этих, скажем так, советов, как бы могли развиваться события дальше? Так, господин Рахам, я сам об этом сказал. Он же, ну, вы посмотрите, синхрон. Мы же его за язык не тянули, он сказал то, что думал. Зачем он это сказал, я не знаю, но такой откровенный человек. Но он же сказал, что если бы мы исполнили те договорённости, пошли на полное исполнение тех договорённостей, которые возникли в Стамбуле, война бы полтора года назад уже прекратилась. Он же сказал об этом. Надо, вот когда идёт интервью господина Карлсона, надо давать, мне кажется, синхронные господине на Рахаме. Но почему Запад занял такую позицию, я говорю именно Запад и прежде всего англосаксонский мир, поскольку бывший премьер-министр господин Джонсон не мог приехать сам по личной инициативе без консультации с Вашингтоном на этот счёт. Наверняка такие консультации не только были, а я думаю, что он просто поехал в командировку за счёт американской администрации. Они ему, командировочные, заплатили за это. Вот он там и изложил позицию, что надо воевать с Россией до последнего украинца, это было в скопах, конечно, но до победного конца и нанести России стратегическое поражение. Видимо, они и рассчитывали на такой результат. Но так как я и сказал господину Карлсону, могу я вам повторить, но если они видят, что результат не получается, видимо, нужно вносить коррективы. Но это уже вопрос искусства политики, потому что политика, как известно, это искусство компромиссов. Продолжение следует...